Сегодня национальная армия Молдовы должна получить первую партию бронетранспортеров «Пирания» из Германии. Минобороны заявила, на этих БТРах будут проходить учения военных из международных миротворческих миссий. Однако эксперты считают, официальные сообщения могут сильно расходиться с действительностью. И как бы ни объясняли официальные источники, что это просто-напросто для тренингов с целью подготовки к миротворческим операциям, но, тем не менее, да, идет накачка оружием Республики Молдова. Это может быть использовано в случае чего и в вооруженной агрессии против Приднестровья. Надо ведь четко понять, что самой Молдове это не надо. Однако западным и румынским доброходам, которые активнейшим образом сейчас рулят внешней политикой Молдовы, может вполне прийти в голову совершить такое действие. Первая партия – 10 бронетранспортеров «Пирания». Цена каждой машины примерно миллион двести тысяч долларов. Технику предоставили в рамках программы модернизации молдавской армии. Ее курирует ряд западных стран, в том числе США. На Западе не раз заявляли, что готовы помочь перевооружить молдавскую армию. БТРы – это только начало. Кишиневу также собираются предоставить беспилотники. И пускай опять-таки официально объясняют, что они должны чуть ли не облетать Приднестровско-украинскую границу с украинской стороны, на самом деле в комплексе такая накачка вооружений создает угрозу нашей национальной безопасности и втягивает как нас, так и россиян, которые у нас дислоцированы, в региональную гонку вооружений. БТРы «Пирания» в Европе выпускают почти полвека. Сейчас появилось уже пятое поколение этих боевых машин. Они состоят на вооружении более чем в 20 стран с четырех континентов. Несколько лет назад «Пирании» стали поставлять в Румынию, а в Бухаресте запустили завод по сборке этих бронемашин. В Молдове разговоры об уходе от нейтрального статуса ведутся с середины прошлого года. Военный бюджет увеличен почти на две трети. Сейчас он составляет 89 миллионов долларов. Молдавская армия уже получила от США и НАТО легкое стрелковое оружие. На этот год помимо бронетехники запланированы поставки современных мобильных платформ, дронов и средств связи.